Продолжение следует... ...чуть не согласен с человеком, который говорит, что он не проиграл. Получилось так в моей жизни, что я лично проиграл, хотя я, может быть, тоже ни с кем не воевал. Я в молодые годы стал архоманом, алкоголиком, и 12 лет он был, и в этом году, в этой жизни. И мои ребята, с кем мы начали это все употреблять, которые не были уголовниками, не были склонны к каким-то бандитизму, еще что-то. У них нормальные были родители, нормальные дети были. И так получилось, что я всех похоронил, с кем мы начали употреблять. И я понимаю, что мы попали в конкретную оккупацию, и конкретно все проиграли. Пускай, может быть, вот здесь сидят люди, у которых нет детей наркоманов, нет еще каких-то проблем, банкротства или еще что-то. Но то, в чем я находился в 90-е годы, и я в этом влез, и я в этом варился, находился, я не хочу в это возвращаться. И поэтому я и наша организация, актив наша организация, мы всячески будем нас поддерживать, и всячески нас завить на все наши мероприятия. Потому что люди, которые к нам попадают, они проиграли на самом деле. И проиграли их не родители, проиграли их не дети, их очень много. Глава наркоконтроля назвал такую цифру, 8 миллионов людей, я думаю, их намного больше. Потому что он назвал цифру, которая колется внутривенно. А не берется курительные смеси, спайсы, не берется там дизаморфин, не берется многие-многие другие наркотические вещества, которыми молодежь сейчас полностью в этом находится. Поэтому на нас, просто можете полагаться, мы вас всегда поддержим. Спасибо вам за то, что вы приехали и пытаетесь нам всем разным, которые здесь находятся, с нашими позициями, с нашими политическими взглядами, нас объединить во что-то одно. Я считаю, что нам нужно вставать, подниматься, и Россия должна быть главе сущей в мире и находиться на более высоком уровне, чем сейчас. Спасибо вам. Спасибо.